Дайте, пожалуйста, обратную связь. Вижу, наша комната наполняется, очень быстро наполняется. Очень рад, что данная тема, которую мы сегодня подготовили для вас вместе с моей супругой Олесей Селезневой, заинтересовала вас. И уверен, что декабрь месяц для вас будет действительно прорывным, и вы сделаете сумасшедший товарооборот и заработаете очень хорошие деньги. Что ж, добрый день или добрый вечер, дорогие партнеры. Вижу, пишите вы уже из каких регионов. Друзья, отличная наполняемость комнаты. Приветствуем вас вместе с Олесей. Олесей чуть позже присоединится. У нас начинается самая жара на нашем мини-складе в городе Оренбурге. Надеюсь, и в ваших бизнесах тоже идут большие продажи. Проводятся встречи, регистрируются партнеры. Активно улетают все абсолютно направления нашей замечательной продукции компании Армель. И это неспроста, потому что, друзья, наступает месяц декабря. Вернее, он уже наступил. Вас всех поздравляем с началом зимы. И действительно, декабрь по-настоящему просто удивительный месяц в нашем бизнесе, замечательном бизнесе. Потому что именно декабрь – это тот месяц, который реально кормит целый год, как говорится. Если вы правильно поделали перед этим хорошую работу. И в самом декабре, скажем, не бездельничайте, а делайте активную работу, которая многократно вернет вложенные ваши усилия и благодарит вас хорошими результатами в финансовом плане, друзья. Давайте, пожалуйста, еще в чат десяточки, если меня хорошо слышно по десятибальной системе. И, пожалуйста, напишите, кто из каких регионов, чтобы мы посмотрели, какая география сегодня на нашем вебинаре присутствует. Итак, Нижний Новгород видим, Барнаул, ребята, отлично. Так, какие еще регионы нас сегодня посещают? Омск. Ребята, Красноярск, удаленные регионы – это очень здорово. Амурская область, ребят, видим, что география, как всегда, громенная. Не вижу пока, есть ли у нас партнеры из других стран, но уверен, что они есть. Привет всем, друзья. И давайте еще одну минутную паузу сделаем. Тишина в эфире, и, ребята, присоединится моя супруга Олеся. Казахстан есть здесь, здорово. И, друзья, мы начнем. Ровно через одну минуту. Дорогие друзья, наступает время вебинара. Присоединилась ко мне моя замечательная супруга Олесь Селезнева. И для тех, кто нас еще не знает, друзья, мы представимся. Мы семейная пара из города Оренбурга. Мы являемся сапфировыми мастерами компании «Армель». И сегодня в рамках нашей команды мы поговорим о планировании месяца и как ваш декабрь сделать взрывным. Ну и, соответственно, чтобы в вашем месяце не только были хорошие продажи с хорошим личным товарооборотом, но чтобы вы могли заинвестировать достаточно большое количество людей. И мы знаем, как это делать. И сегодня постараемся с вами поделиться ценной и полезной информацией, возможно, которая вам пригодится в вашей работе в декабре. Итак, передаю слово дорогой супруге Олесе Селезневой. Друзья, всем привет. Очень рада нашей с вами встрече. Для меня всегда вебинары, они очень трепетные. И это еще раз, да, повод обменяться информацией, поделиться знаниями. И надеемся, что наша семья сегодня будет вам очень-очень полезна. Давайте на всякий случай по десятибальной системе оценим звук. Поставьте, пожалуйста, десятки, если нас слышно хорошо. Спасибо, Елена. Анна, отлично. География у нас широкая. Слышала, Володя вас спрашивал, да? На самом деле декабрь начался только-только, сегодня второе число. Но я уже чувствую вот этот ажиотаж, потому что мы являемся держателями бизнес-пака. И несмотря на то, что, да, вот полседьмого должны были забирать все последние заказы, люди приходят, люди бронируют, люди берут новинки. К чему я это все подвожу, да? Я подвожу к тому, что на самом деле правда, вот декабрь – это волшебный месяц. Вот кто из вас, вот хоть мы и взрослые, да, все люди, но согласитесь, что в глубине души каждый из нас верит в сказку, мы загадываем желания, мы верим в Новый год. Вот, Наталь, вижу, что нет звука только у вас, если только у вас, перезайдите, пожалуйста. Просьба партнера, напишите, чтобы Наталья перезашла, да, чтобы мы на этот момент не отвлекались. Вот, поставьте, пожалуйста, пятерки в чате те, кто действительно вот с приходом декабря верят в какую-то сказку, верят в мечту, в исполнение желаний. Мы посмотрим, сколько нас таких. Елена, Анна у нас прям сегодня активные, да, Ирина, Лиля, о, Марина Крючкова. Ну, Марина, конечно, у нас мега вообще продажница. Марин, тебе привет большой от нашей всей команды, большой пример для всех нас. Да, видите, нас очень много таких. И сегодня наша задача, мы, когда с Володей готовились к вебинару, сначала мы начали подготовку больше с позиции дать теорию, да, рассказать, как нужно план, цели себе ставить, план на место писать, и потом мы решили отойти от этого, но подумали, что, ну, кто об этом уже не знает. Вот, ну, теорию все мы много-много-много раз слышали. И основная наша задача, наша задача больше вам передать видение, как мы видим это, да, дать мотивацию, и чтобы мы друг от друга с вами подзарядились. Хорошо, вам нравится такой настрой? Вам интересно, если в таком ключе будет проходить наш сегодняшний вебинар? Поставьте, пожалуйста, пятерки, если вам интересно, именно в таком ключе, без теории мы с вами будем сегодня говорить о этом замечательном месяце. Отлично. Итак, мы начинаем, да, почему же важен именно декабрь? Ну, как мы уже выяснили с вами, да, что этот месяц, он особенный, и особенность его, конечно, не в том, что мы вот верим в мечты, конечно, без действий у нас не будут исполняться мечты, и реализовываются наши какие-то планы, хотя мы, конечно, можем визуализировать, мы можем загадывать с вами, да, верить в чудо, верить в Деда Мороза, но я считаю, что мы с вами сами можем быть самыми лучшими Дедом Морозом и Снегурочками для нашей с вами семьи, для наших детей, говорю, пока это они не слышат в офисе, в офисе находимся, вышли я вот эту тему с Дедом Морозом. Еще раз спроси, пожалуйста, про связь, пятерки. Так, давайте просят проверить еще раз связь, поставьте десяточки, если наш слышно хорошо, меня в частности, отлично слышно, Насия, спасибо, давайте так, звук так, у нас отлично, интернет хороший, больше на это не отвлекаемся, если у кого-то будут проблемы, просьба просто перезайти, автоматически делается запись, и я думаю, что технически все сложится у нас, будет запись. Следующий какой у нас слайд был? Ага, декабрь, вот. Говорим о декабре, да, почему этот месяц особенный, потому что это сезон, это продажи, это подарки, все готовятся к Новому году. Я всегда своим партнерам здесь в Оренбурге говорю, вы только представьте, что каждый человек на расстоянии вытянутой руки, который мимо вас проходит, с которым вы едете в автобусе, вы видитесь на работе и так далее, вы отводите ребенка в школу, в садик, в поликлинику, вот каждый человек на расстоянии вытянутой руки, кто-то где-то будет покупать подарки. Вопрос, где он купит? И сейчас все зависит от нас самих, по-моему, песню, да, такую Володя включал перед началом вебинара. Получается, что декабрь он кормит весь год. Бывает так, что мы с вами заработаем... Ребята, подождите, пожалуйста. Положи здесь, Владюш, извините, пожалуйста, положи и видите. Все, положи и видите. Бывает так, что в декабре вы можете заработать себе на новогоднюю мечту, вы можете в декабре заработать на реализацию своих каких-то финансовых проблем. Наверняка вот сейчас прям мне хочется поставить в пример Марину Крючкову, которая в ноябре на продажах заработала 100 тысяч. Ну, просто умница, ну, просто вот мега пример. И я считаю, что это действительно заслуга того, кто много-много-много говорит, потому что продукт у нас очень эмоциональный, да. Это шикарное соотношение цены и качества. Это премиальная линейка. Это, скажем так, разные ниши. То есть мы здесь можем найти подарки и для мужчин, и для женщин, и для подростков, и для более зрелых людей, да. Не будем обижать старость. Поэтому в ценовой политике там от 100 рублей до 2,5 тысячи выше. И все это мы можем предложить с вами. Вопрос. Либо мы это делаем с вами, либо нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сейчас уловил мысль, о чем мы с Володей имеем в виду. И почему декабрь такой особенный месяц, и почему важно спланировать свою личную активность именно в этот месяц. Спасибо, друзья. Вижу, пошли плюсики, десятки. Отлично. И смотрите, чем мне нравится еще наш бизнес, тем, что любые наработки, которые у вас сейчас будут, скажем так, через подарки, да, через идею подарков проходить, они потом вам могут вернуться партнерами в сеть, активными клиентами и так далее. По-моему, следующий, да, у нас был слайд. Да, вот смотрите, основная тема, которую мы можем сейчас продвигать в наших головах в первую очередь, да, сегодня надо нам, чтобы этот пазл у нас сформировался, это рекрутинг через подарки. То есть тема у нас звучит так, что как же, да, привлекать 10 человек в первую линию и создать личный товарооборот, там, порядка 300 баллов. Смотрите, я помню первый месяц сотрудничества с компанией Армель, и у нас декабрь был самым результативным в плане рекрутинга, если мы, ну, там, октябрь, ноябрь у нас было 25-26 человек рекрутинга, то декабрь это было 40 человек. Почему так происходило? Да потому что мы очень много говорили именно о том, что вы можете сделать себе подарки, подарки близким, подарки родным. И наша цель, она не была именно заработать, хотя если вы ставите цель именно заработать, друзья, это тоже хорошо. Это месяц, который можно использовать, это месяц возможностей, да, как было приведено на предыдущем слайде. И когда вы говорите о том, что, смотри, ты все равно, вот какую бы ты сумму потратил на подарки, человек вам, например, говорит, там, 500 рублей, 1000, отлично, ты эти 500 рублей можешь потратить у себя в магазине, а если начнешь еще, скажем так, ну, рекомендовать этот магазин своим близким, родным, знакомым, тебе еще будет возвращаться кэшбэк, да. Соответственно, таким образом происходит рекрутинг через подарки. И в декабре у нас люди очень много рекрутировались именно не с целью построения бизнеса, а именно чтобы купить подарки со скидкой в семью. Потому что, когда мы говорили, смотри, у тебя есть бюджет, например, 5000 на подарки, да, смотри, в магазине ты можешь купить то-то, 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 вот что ты планировал. И мы расписывали, что они могут взять в Армель. В принципе, два года тому назад в Армель был ассортимент гораздо ниже, чем есть сейчас. И я смотрю, даже вот пример, да, может быть, вы уже видели сегодняшние мои сторис, но на самом деле вот сегодня пришел бизнес-пак, пришли новые сыворотки. И мне казалось, ну вот новинок же сейчас много, и предугадать сложно, вот что в первую очередь будут брать. То есть были и спреи, были и сыворотки. Было шесть штук. Как бы я понимаю, что это не сильно много, но я думала этого, ну, по крайней мере, на неделю хватит, и дальше мы сделаем еще один пак в этом месяце уже такой окончательный. Так, к моему удивлению, сыворотки, они сегодня уже закончились, ребят. Сыворотки сегодня закончились, они не успели прийти, они уже закончились. И я считаю, что это очень классный, очень стильный, очень практичный подарок. И если эти люди сегодня купят у вас подарки, то уверенно в 2020 году по статистике какой-то процент людей, это будут ваши бизнес-партнеры, потому что очень многие приходят не через бизнес, а именно сначала через продукт. То есть они пробуют продукт, они пьют кофе, они видят результат на коже, им нравятся ароматы, да. И люди постепенно-постепенно входят вот в эту тему. Давайте тоже поставим плюсики, у кого сейчас так вот, скажем так, загорелась звездочка яркая, маячок такой, и вы поняли, насколько шикарный инструмент в ваших руках, и как правильно этот инструмент можно настроить и пустить в ваши сети. Так, Татьяна, Ирина, десятки, Ольга плюсики поставила. Отлично, отлично. Вы понимаете, о чем речь. Это очень здорово, что мы с вами находимся на одной волне. Есть, что добавить? Друзья, очень важный момент, что вы прекрасно понимали, что чем еще фантастический декабрь, то, что люди охотно, вот просто сейчас услышите очень важный момент, охотно расстаются со своими деньгами, как никогда. Потому что для большинства из нас такая традиция, люди именно в новогоднюю ночь делают для себя любимые какие-то подарки, которые в течение года не могли себе позволить. Также делают подарки хорошие, качественные, дорогостоящие своим детям, друзьям, знакомым, родственникам тоже гораздо, скажем, ценнее подарки, нежели это происходило на какие-то другие события в течение года. Вы согласны с этим? Если да, то поставьте плюсики, если вы это прекрасно понимаете. Есть, друзья, есть обратный контакт. Соответственно, ваша задача просто донести информацию о подарках, и мы сейчас об этом будем говорить, даже тем людям, которые когда-то вам сказали нет, или потом, или не проявили интерес. Почему? Потому что не проявили интерес, потому что это было не своевременно. Возможно, когда вы говорили об этом, у них не было денег на этот подарок. Возможно, им даже понравился аромат, но они не приобрели у вас по какой-то причине. Они охотно в декабре расстанутся со своими деньгами. И мы сейчас покажем, как оформить подарки, идеи, которые, по сути дела, люди захотят у вас купить готовые решения. Да, на самом деле, ребят, люди любят именно готовые решения. И как в одной школе я своей говорила, она была посвящена продажам, мы очень грамотно и дорого должны научиться продавать в первую очередь себя. А именно в декабре это может быть непосредственно наш с вами сервис. Я вот знаю, что я не в обиду вот мужчинам, которые сейчас в чате, но если есть мужчины, и вы сейчас со мной будете согласны, прям не жалейте плюсика, поставьте лайк, так скажем. Вот я знаю, по собственному мужу, не в обиду ему сказано, что мужчины терпеть не любят ходить по магазинам, выбирать какие-то подарки. Вот, Володя, подтверди, пожалуйста, если это так. Да, это так. Вот, поэтому, представляете, а мы мужчинам можем предложить готовое решение. Смотри, тебе не нужно запариваться, думать, что подарить. Элементарно человек может купить подарочный сертификат, как вариант, да, и ты говоришь ему, смотри, твоя жена придет, я ей профессионально подберу аромоподбор. Она уйдет довольная, счастливая, тебя расцелует. То есть, понимаете, вы рисуете вот эти классные образы, ну, мне все говорят, слушай, давай, вот ты мне прямо сейчас головную боль мою убрала. Вот, Андрей, поставил плюс. Спасибо тебе большое, Андрей. Вот, опять же, не в обиду, но это, наверное, ну, психология такая, да. Если женщины любят ходить по магазинам, вот я очень люблю, кстати, ходить там, высматривать какие-то различные маленькие штучки для украшений. Вот для меня это целый процесс. Для мужчин процесс это другое, да, и, ну, это нужно просто воспринимать как данность. Поэтому, смотрите, очень классно, если у вас будут уже заготовленные подарки от, например, там, 100 рублей, вот вы видите на фотографиях, мы в офисе уже начали тоже делать подарочки. Это может быть кофе с какой-то шоколадкой, карамелькой. Туда мы вкладываем либо там шишечку, да, какую-то. Сейчас очень много различных там маленьких елочек, мышек и так далее. То есть дело копеечное, но смотрится очень-очень-очень красиво. Дальше, что я еще делаю? Я брала какую-нибудь корзину такого, ну, среднего размера, и эту корзину наполняла вот такими разными подарками, там, от 100 рублей, там, на 200, на 300, на 500, на 1000, на полторы. То есть на разный кошелек. И с этой корзиной я ходила, допустим, в организации, то есть предлагала идею подарков. Можно зайти куда-то в офисы. В общем, везде, где есть люди, которые сейчас находятся в поиске подарков. И знаете, к моему, ну, не то что удивлению, но к вечеру бывало, это моя корзинка, она пустела. Почему? Потому что люди хотели купить сразу здесь и сейчас. То есть было так, что покупали сразу и говорили, мне еще вот таких вот, например, там, 10 пакетиков упакованных кофе. Для коллег. Для коллег, там, для близких. Очень классно срабатывают коммерческие предложения, когда вы можете составить текст и оставить, допустим, ну, какому-то руководителю, да. И очень часто у меня такое было, что мне говорили именно в декабре, что, девушка, вы уже пришли поздно, у нас смета формируется там чуть ли не летом. Ну, на самом деле в бюджетных организациях так бывает, да, то есть у них там все заранее. Но люди охотно покупали для себя, для своих близких, родных и так далее. То есть, смотрите, что мы можем брать в арсенал при работе с подарками. Это работа с организациями. То есть сейчас просто можно ставить себе план на неделю, там, вот, брать улицу и посещать там какие-то различные организации. В каждом городе есть организации. Ну, где-то вас не пустили, ну, ребят, ничего страшного. Вы все равно можете оставить визитку, где-то съюморнуть и так далее, да. Там, ну, как же вы там, я волшебница, я снегурочка, пришла вам подарки дарить, а вы меня выгоняете. Ну, как хотите, а я вот вам кофе хотела подарить. И человек уже такой, ну, 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 давайте ваш кофе. И все, и у вас зашел разговор, да. Вот. У меня днями было, мы тоже зашли в организацию, это была, ну, школа точнее, ну, тоже организация, да. И у меня вот сейчас классно очень заходит тестирование ароматов. Можно назвать это битва ароматов, выбор аромата года и так далее. Я просто людей прошу продегустировать. Это повод познакомить с нашими ароматами. И знаете, были две женщины, которые вот наотрез отказывались. Они вот ни в какую не хотели. Они такое чувство, они боялись вот поднести блотер к носу и поставить свою оценку. Потом, как выяснилось, эти женщины не боялись, что им сейчас придется купить. Вот представляете, насколько вот непредсказуема психология человека. Но вы не представляете, это первые две женщины, которые сделали заказ в этой школе. Вот несмотря какой у меня опыт уже работы с людьми в плане продаж, вот всегда выходишь и удивляешься, думаешь, ну, ты же больше всего не хотела. И мало того, эти люди, они не просто хотели купить, они хотели купить со скидкой. И я даже поняла в их глазах, у них уже проверстелась мысль, что они могут по 500 рублей с флакона заработать. Представляете, то есть мы должны об этом просто говорить. Для кого, ребят, кажется сейчас, что, ой, это так сложно, вот для меня пойти в какую-то организацию, что-то кому-то предложить? Вот давайте честно. Хотя я считаю, что это бизнес, и здесь не дело бояться. Нужно давно истреблять этих тараканов. Вот, но если есть такие вот оси, я поставила плюсик, да. А здесь что? Если у вас есть цель, мечта, которая вами движет, да, например, там, не знаю, закрыть кредит перед Новым годом, то у вас будет достаточно много мотивации побороть страх. Вот зайдите в первую дверь, и вы поймете, что это не страшно. Но для вас есть хорошая новость, да. У вас есть теплый круг, который может вас вывести на организацию. Рассказываю пример. Приходит сегодня ко мне подруга. Я знаю, что она работает в бюджетной организации. Она приходит просто пообщаться. Я спрашиваю Нель, как дела, там, ну, не помню, о работе, о природе, о погоде. Вот. И в итоге она говорит, да, прошли эти времена, когда можно было получить зарплату, зайти в литуале и купить себе, ну, все, что хочешь. И берет у нас два аромата амплуа и новую сыворотку. Я говорю, вот представь, сейчас бы ты в амплуа потратила, ой, в амплуа в литуале, потратила, ну, как минимум, тысяч 15. Это только за два аромата. Плюс, ну, такого качества сыворотку ты бы тоже купила, там, тысячи за три с половиной, четыре. То есть, грубо говоря, ты сейчас бы потратила двадцатку. Вот скажи, а для ваших девчонок на работе это реально? Она говорит, да нет, конечно, ты что. Но в коллективе женщины есть? Я говорю, слушай, давай я к тебе приду на работу, просто познакомлю с продуктом, покажу идеи для подарков, сейчас это актуально, и тебе еще люди будут благодарны. Кофейку все вместе попьем. И таким образом я договорилась прийти в организацию. Это было несложно. Вот Анна пишет, я всегда собираюсь, но делаю любые другие действия, лишь бы не идти. Ань, ну, вот вы подумайте, что будет тот человек, который соберется с духом и пройдется по всем вашим знакомым. И когда вы такая уже смелая, скажете, ну, все, я готова, подходите к одной подружке, к соседке, еще кому-то. Они говорят, а здесь уже была, кто у нас там активный? Марина Крючкова, Олеся Селезнева. И вы такая, да елки-палки, да что же я боялась. Смешно, да, но на самом деле это так. Я помню себя, вот на самом деле помню, когда собираешься идти по холодным контактам, думаешь, сейчас так возьму папку, выйду во двор, там же мамочки с детьми всегда гуляют в песочнице, я им протестирую ароматы. Выходишь, и ни одной мамочки думаешь, слава богу, никого нет, не придется никому ничего говорить. Ань, наверное, сейчас узнаете себя, да? Но кому я делала хуже в этой ситуации? Себе, потому что у меня не было опыта, да? Я делала хуже своей семье, потому что я не зарабатывала деньги, я делала хуже своему бизнесу, потому что у меня не росли ни продажи, ни рекрутинг. Сейчас я, когда иду в организацию, я понимаю, что будут люди, которым что-то не понравится, которые будут меня за спиной обсуждать, а вот она там поздоровалась не так, она не юбка не такая, и вообще она маленького роста или еще что-нибудь. А я тут такая крутая зауч школы, в которой не могу себе позволить сходить купить аромат в литуале, от нее тут так вкусно пахнет. Ну, а кто в этом виноват? Я иду с таким чувством, что я сейчас людям буду дарить положительные эмоции. Ребят, я зашла в школу, я ужаснулась. В каких условиях работают люди, которые, ну, в принципе, отдают всю жизнь, да, вот этому процессу, вот реально ужаснулась. И думаю, я же сейчас женщинам дарю классные эмоции. Вот тем женщинам, которым я наносила ароматы, у них глаза начинали по-другому гореть, они говорили спасибо, а они говорили, слушайте, а мы на запах пришли, потому что реально вот в каких-то коридорах пахло туалетом. И что же в этом плохого, если мы дадим человеку возможность, может быть, она уже и потеряла надежду, что она когда-нибудь зайдет в литуале и купит себе аромат, например, который она 5 лет тому назад покупала, ни в чем себе не отказывала. Вы подойдите с другой призмы, не к тому, что вы сейчас что-то будете навязывать, а к тому, что вы даете возможность. Переворачивается немножко осознание того, что в декабре-то нужно по-другому себя вести. И вот эти вот тараканы, они сейчас нам вообще ни к чему. То есть работа с организациями по холодному кругу, если боитесь, через теплый круг, пример я вам показала. Дальше, коммерческое предложение, ребят, несложно занести. Вот просто пишите на листах А4, можно на цветном, будет лучше. Кладете в файлик, брызгаете ароматом 104 и оставляете секретарю для директора организации. Это сложно? Нет. Но это шанс. Это шанс, что человек откроет, он может даже не прочитает текст, но у него сразу будет аромат. И его это уже завлечет. Поэтому обязательно нужно это сделать. И чем быстрее, тем лучше. Потому что большинство людей любят покупать подарки в 10-х, 15-х, максимум в 20-х числах, чтобы уже с высунутым языком не бегать, не покупать то, что уже осталось на прилавках. Дальше. Что нам сейчас с вами мешает сделать объявление? Ну, от нас же не убудет, если мы разместим объявления там на том же, где у нас Авито, да, какие-то, ну, любые газеты, да. Не убудет, но это повод. Люди что-то могут искать. Дальше. В соцсетях разместите. Продайте себя красиво. Продайте свой сервис, чтобы вы красиво упакуете. Привезете в нужное время. Поможете в организации подарки раздать. Подарите хорошее настроение, атмосферу. Вы будете самой, я не знаю, там, волшебной снегурочкой для вашей организации и так далее. Придумайте этот творческий процесс. И на самом деле, я вот сейчас говорю и понимаю, как меня вот эта волна вот просто накрывает. Я сегодня получила пак. Я достаю кофе со вкусом апельсина, а у меня уже перед глазами мандарины, мишура. Я вижу, как красиво запакованный кофе продается людям. Но это же на самом деле классно. Вот поставьте, пожалуйста, пятерки, кто вот сейчас вот просто погружается в атмосферу декабря и говорит, ну реально классно. Вот зачем я упускаю эту возможность, да. Потом, пока вы пишете, смотрю, время уже неумолимо бежит. Смотрите, рассылка в мессенджерах. То есть у нас у всех есть вайберы, ватсапы, телеграммы. Откройте свои списки. Вот я уверена, что там, ну порядка 200-300 человек есть. Ну что вам мешает написать, что привет, наступил декабрь, а это значит, что мы все делаем подарки. Хочу тебе предложить свои услуги из твой сервис. У меня ты можешь что-то, то-то, то-то, то-то. Это можно сделать? Это может вам привлечь новых клиентов, новых партнеров и, соответственно, новые продажи. Поставьте плюсики, если вы со мной согласны. Потом написали список своих родственников, знакомых. Вот в нашей семье мы вообще в декабре отдаем даже, наверное, не десятину, а, ну как это больше назвать, какой-то больший процент, да, с прибыли. Мы делаем всем нашим родственникам, начиная от мамы, папы, дедушек, бабушек, которые, к сожалению, становятся все меньше и меньше, да, но есть двоюродные сестры, братья, у них есть дети, и мы можем сделать подарки из своего собственного магазина, понимаете? Вот мы иногда про это забываем и идем все равно покупаем в магазин там лишнюю шоколадку, да, которая там пронесет лишние калории и так далее. Ну, детям понятно, что мы будем какие-то сладкие подарки покупать, но а взрослым, да, то есть, опять же, это тоже товарооборот. А если вы сделали 100 баллов для подарков, вам вернулся кэшбэк, а если каждый ваш партнер, пусть вы и ваша команда там 4, 5, 10, 20 человек тоже сделали по 100 баллов, вы представляете, в какой геометрической прогрессии в декабре может ваш бизнес просто выстрелить, а дальше просто работа с теми людьми, которые что-то взяли впервые и попробовали, попробовали другую линейку и так далее и тому подобное. Уловили мысли? Ну, надеюсь, уловили, пока пишите. Следующий момент, о котором хотели вам тоже напомнить, это работа на промо-стойках. Вот здесь вы видите, по-моему, первый, да, или второй год, наше сотрудничество тоже с компанией Армель. Мы стояли в различных магазинах, рынках, супермаркетах с промо-стойками, видите, наряжались, вот Дед Морозиком наряжался мой сын, я там чуть-чуть была похожа на Снегурочку и так далее, но людям это интересно, это необычно, это эмоции. Тоже мы упаковывали уже готовые подарки и предлагали людям поучаствовать в беспроигрышной лотереи, да, они могли, допустим, вытянуть скидку на покупку подарка, они видели готовые подарки. То есть, смотрите, это достаточно незатратный способ, стойки сейчас практически в каждом городе есть, арендуется на какое-то время небольшой клочочек, где-то можно даже договориться, даже за наш же подарок, да, за влакон, например, духов, постояли, потестировали, пораздавали сертификаты, листовки, устроили ту же битву ароматов, выбор, там, например, классик или амплуа, там, не знаю, вояж-де-амор или классика, любые идеи хороши. Декабрь, он во всех вопросах месяц уникальный. Есть понимание в этом деле? Какие, друзья, есть вопросы? Пока вы пишете вопросы, давайте еще раз, вот, я проговорю, о чем мы сегодня говорили, да. Мы с вами начали с того, что декабрь – это уникальный месяц, это месяц возможностей. Сейчас не время расслабляться, отдохнем все 1-2 января, хватит нам два дня, а дальше, дальше у нас февраль, дальше у нас март, какой может быть отдых? Сетевики в это время зарабатывают себе на покупку недвижимости, на новую автопрограмму, да, вот, наша семья, она из таких, мы любим себе такие мотивации ставить, вот, хорошо поработал, хорошо полопал, да, вот, спасибо огромное за ваши суперидеют, спасибо, Людмила, вам за отзыв, потому что для нас всегда очень важна обратная связь. Итак, да, мы с вами проговорили о том, что мы можем с вами, как реализовать, да, это рекрутинг через подарки, и понимаете, 10 человек, это могут реально быть те люди, которые просто у вас купят, вот он у вас рекрутинг, а вы еще с каждого человека заработаете, как минимум, по 500 рублей за рекрутинг, плюс за групповой товарооборот, ну, вообще просто, вот сейчас, если цифры расписывать, они могут быть сногсшибательны, плюс наличных продажек, да, соответственно, организации, коммерческие предложения, продажа готовых решений, идея, да, сервис, ваш сервис, да, подарки на любой вкус, вы должны четко понимать, почему все эти запросы реализуются в Армель, да, потому что у нас шикарный ассортимент, разные линейки, разная ценовая политика, и это соотношение цены и качества, какой у нас есть честный продукт по честной цене, да, это мы все можем предоставить людям, нашим клиентам, да, обязательно проговариваем про подарки всем тем, кому вы ранее говорили про Армель, может быть, вы звали на презентацию, может быть, вы говорили про бизнес, просто делаем звоночек и говорим, слушай, я тебе когда-то звала на презентацию, сейчас подумала, а что я тебя гружу этим, слушай, декабрь же, подарки делать будешь, давай встретимся за чашкой кофе, я тебе такие идеи предложу, от 100 рублей до 3000, вот тебе в магазин вообще ходить не надо, вот в эту толчую, там еще тебе на ногу наступят, настроение испорсят, а я, я тебе кофе напою вкусом, у нас, кстати, новый вкус вышел, лесной орех, приходи, это еще вообще в городе никто не пробовал, будешь первым, можно так сказать? Я вот сейчас уже хочу взять телефон и начать звонить всем своим знакомым, звать на кофе, а я тут вам вебинар провожу, шутка, конечно, друзья, я очень рада, что мы сегодня проводим вебинар, спасибо Артему Тимофееву, что в первые дни месяца дал нам такую важную тему, и мы надеемся, что мы вас подзарядили эмоциями, если это так, давайте обратную связь в чат, и чувствую, что мой муж что-то хочет добавить. Да, я прям заслушался свою супругу, и все четко она разложила, почему? Потому что мы, друзья, практики, и все идеи, которые мы сегодня вам говорили, это не какое-то эмфемерное такое, да, представление, как бы было бы, это все проделанный путь, и что бы вам мы хотели порекомендовать. Вот вы сейчас услышали вот эти различные идеи, да, возьмите хотя бы половину, вот просто сейчас возьмите на листочек себе, накидайте идеи, которые вам больше всего, возможно, бы подошли на сегодняшний день. Понятно, что все сразу, возможно, у вас не получится, да, но какие-то идеи берите, и начинайте их воплощать. Плюс вовлекайте в этот процесс своих детей, своих партнеров, коллег, собирайтесь там, если нет у вас офиса, где-нибудь на дому, творить вот это волшебство, потому что это действительно волшебный праздник. Все это дело фиксируйте на фото, видео, выставляйте в социальных сетях, предлагайте решение вот этих вот подарков, да, и, друзья, вы просто увидите, как начнут взрываться ваши продажи, и вы просто будете, вы просто обалдеть, вот мы это делали, мы просто сначала тоже чего-то боялись, потому что не знали, как это будет происходить, но именно декабрь – это месяц волшебный, когда люди охотно реагируют, как я говорю, легко расстаются своими деньгами, и вы видите, если вы предложите какую-то важную ценность сегодня на рынке по подаркам, да, готовые решения. Люди охотно будут отдавать свои деньги вам, и эти партнеры в следующем году будут вашими постоянными клиентами, и некоторые из них станут вашими активными партнерами. Супер. В чате пишут, что мозг начал шевелиться, кто-то подзарядился, потанцевал. А знаете, самое классное, что вы сейчас получили эмоции, потому что, как говорит Вячеслав Демидов, и это проверено на собственном опыте, наш бизнес – это бизнес эмоций. Вот в каком вы эмоциональном состоянии начнете день, вот с какими эмоциями вы к людям будете подходить, да, это будет вам давать результат. По сути, больше не информация, а эмоция. Эта эмоция будет давать вам результат. Ваш результат вам будет давать новую эмоцию, и дальше вас будет, поверьте, не остановить. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Мы тоже получили заряд эмоций, благодаря вам, вашим комментариям, вашим вопросам, вашим благодарностям, которые вы сейчас пишете в комментариях. Ребят, не время сейчас бояться, время двигаться вперед. Наш новый гимн тому подтверждение. Спасибо всем, кто был, и до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok